Против вас играет директор школы искусств Алексей Прохоров, город Висагино, Слитва. Господин Друзь, что-то давно не видно ваших дочек. Как они поживают? Благодарю вас, они в порядке. Передавайте от меня большой привет. Спасибо. Дисин Каминари Кадзи Аядзи. Господин Друзь, вы обучали своих детей японскому языку? Нет, к сожалению. Тогда я вам переведу. Самые страшные, но проходящие со временем наказания, это землетрясение, дисин, гроза, Каминари, пожар, Кадзи. Внимание, вопрос. Что в переводе с японского означает Аядзи? Кто это такой? Дочь. Ребят, рождение дочери. Землетрясение кто? Кто это такой? Не было цунами, но цунами это есть японское слово. Ребят, рождение дочери. Просто дочь. Ну они же мальчиков набили. Приходящие. А это не приходящие со временем. Как стихийные бедствия. Кто это такой? Кто? Дочь. Да, и у них же сэрпиона императора. Зять. Господа, проходящие, а не приходящие. Ну проходь, не вовсе. Здорово. Ребят, я думаю, что дочке ни при чем. Слушай, теща. Проходящий. Гроза, пожар. Что это? Что это? Черт, не приходи. Это что тебе связано? Дочери трясения, гроза, пожар. Это сам человек? Связано. Характер, не знаю, цунами. Сель. Ну цунами там есть. Как и ползкое слово, оно так и звучит. Ну сель, грязные. Лавины, лавины, может быть. Оползни какие-то. Что еще? Понимаете, тут либо оно тоже проходящее со временем, либо уже нет. Вот это непонятно. Сказано было проходящее. Мы берем вторую минуту. Повторите, пожалуйста, кратко вопрос. Сами слова вам повторять? Если вы их запомнили. Желательно было повторить. Дзисим, Каминари, Кадзи, Аядзи. Что в переводе с японского означает Аядзи. Война, может быть. Кто такой Аядзи? Кто? Я охватил. А кто проходит? Враг. Время. Нет, кто? Конечно, мне нравится. Мне нравится, что я не надо пожарить еще. Да ну. Тюши-то. Ну кто? Дзи, зять опять. Ну дядь, вот я с чего? Почему он проходящий-то? Проходящий. Проходящий. То есть проходящий. Враг. Может это же... Не постоянно. Четвертое находание проходящий. Да, да, да. Сборщик налогов. Саранча. Саранча там олихнешься. Собака. Какое население? Человек олихнешься. Какое зрое? Ну что? Затем, кто? 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 Сборщик налогов. Ну это да. Врач. Врач. Он не проходил. Учитель. Учитель. Священник. Царь. Начальник. Начальник. Тут должно быть что-то с однозначным негативом. Значение. Понимаешь? Ну дзи. То есть оно по рифме подобрано, оно может быть неоднородное в данном случае. Какие версии? Что выбираем? Я за тебя. Учитель. Сборщик налогов. Давайте я включусь в ваше голосование. Кто отвечает? Я, наверное. Что уж тут делать? Прошу вас. Все неправильные версии, сегодня отвечаю я. Начальник. Начальник. А почему я говорил про дочек? Не знаю. Я вам сейчас расскажу. Внимание, правильный ответ. Самое страшное, но проходящее со временем наказание с точки зрения японцев, это землетрясение, гроза, пожар и гнев отца. Отец. Гнев отца. 4-1. Взять, говорят, теща. Точки ни при чем. И кто такое? Извините, что вы такое говорите, господин ведущий? Вы вас спросили, кто такое, а не что такое? В русском языке кто одушевленный? А что нет? Нет. Отец. Гнев, 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 а не отец. Гнев. Господин Коков, я понимаю. Господин. Вы не правы, господин ведущий. Господин Коков, да вы меня послушайте. Я понимаю, что вы хотите проявить свои знания, но в данном случае это неуместно. Пакт не уместен. Вы просили два раза повторять вопрос, кто такой. Гнев не может быть в форме. Господин Коков, а я здесь по-японски отец. Да, госпожа Борщевская, я вас слушаю. Я считаю, что господин Козлов совершенно прав. Вы дважды спросили, кто такой. А Козлов здесь при чем? Ну просто вы сказали, что... Я хочу сказать, что вы неправильно сформулировали вопрос. И поэтому знатоки неправильно дали ответ. Они думали о другом. Извините, пожалуйста, они думали про тещу, про зятя. То есть теща с зятем, вы считаете, они одушевленные, а отец неодушевленный. Отец одушевленный, но гнев отца неодушевленный. Так а ядзи по-японски, это отец. Это отец, японцы, просто чтобы вам было... Покажите мне господина Козлова. А причем по-японски, господин Козлов, вы слушать будете ли? Вы только сказали гнев отца, а теперь у вас отец ответственный. Просто замечательно. Господин Козлов, вы можете послушать меня? По-японски аяте, просто чтобы вы были в курсе. По-японски аяте, это отец. А чтоб вам, господин Козлов, было понятно, я вам пояснил гнев отца. Голосование закончилось. 8 тысяч 10 рублей получает телезритель Алексей Прохоров из ВИЗ-11. Покажите. Покажите.